привет сноубордисты видишь меня да на youtube канале магазина сквот значит что значит пора распрягать телегу и впрягать сани а телегу класть в амбар или куда там телеги кладут не знаю но то есть пора скейт менять на сноуборд я вот про это имею ввиду потому что даже в москве ноябрь месяца уже лежит снег и холодно блин поэтому сезон то уже начался так что сноубординг в массы и как вы понимаете это наше первое в этом сезоне видео посвященный сноуборд теме и мы покажем вам что у нас есть новенького на данный момент конечно данный момент там всякие приехали бренды которые уже некоторые блогеры показали и там магазины в своих обзорах мы на этом не будем останавливаться остановимся мы на бренде нашим любимым телос телос наше все как говорится сейчас покажу вам коллекцию коллекции ну чуть-чуть изменилась не сильно изменилась немножко совсем изменилась и начну с топовой доски которая в этом сезоне она называется lemurian вот она вот так вот выглядит топовой доска lemurian но если вы очень внимательны если вы внимательный наш слушатель или как это называется зритель то вы помните вот такую доску lemurian это доска прошлого сезона да вот понимаете вот это и вот это как вообще вот это сравнить и название них одинаковое то есть две абсолютно разные доски имеют одинаковое название я честно говоря не понимаю как как так получилось у бренда возможно это какие-то хитрости каких-то прав на название не знаю но новый lemurian совершенно не такой как старый хотя тоже достаточно высокотехнологичный потому что lemurian это кто это житель города телос а телос это город высоких технологий ну если вы захотите вы можете поискать у нас на канале обзоры первые бренды телос где мы подробно рассказывали про историю названия бренда и про историю названия моделей но в общем очень интересная штука что lemurian в этом году сильно отличается от lemurian а в прошлом году а если вы еще более внимательный наш старый зритель вы помните такую модель как дст вот дст а вот lemurian и в чем вообще здесь разница давайте разбираться потому что это наверное важный какой-то момент lemurian с дст очень похожи по своим как сказать формам шейпом да у них одинаковый прогиб прогиб кембер но такой не ярко выраженный арочный кембер а скорее такой трапециевидный то есть если мы нажмем на серединку то под креплениями останется все равно два кембера серединка получается флэтовая хотя название у них присутствует кембер и там и там такой прогиб по конструкции они совершенно одинаковые то есть у них одинаковое дерево них одинаковый карбон внутри у них одинаковые боковые стенки полиуретановые полиуретановые стенки знаете зачем чем они лучше или хуже пластмассовых вообще полиуретан что за материал вот у тех самых скейтов которые упомянули в начале колеса из полиуретана сделан то есть вот эти стенки они сделаны из такого же мягкого материала что дает доске позволяет доске более плавно гнуться также они чуть-чуть имеют демпфирующую демпфирующие свойства кант чуть меньше будет разрушаться общем крепость доски с такими боковыми стенками наверно будет лучше точно будет лучше и да здесь нету здесь это целиковый кусок вот этого полиуретана нет никаких швов канты у них кстати тоже целые ну как целые они до защиты у досок одинаковый скользяк с печеный петекс 4000 с добавлением графита очень скользкий ну и вот про финить при этом нужно хорошо ну в общем с первого на первый взгляд доски совершенно одинаковые хотя здесь вот невооруженным взглядом видно что это и та и другая 162 ростовка что у лемурия на нового нос значительно шире чем хвост то есть получается что да и вообще он пошире немножко и закладные у него смещены назад больше чем у dst получается что доска больше направленная лемурия доска больше направленная чем dst если посмотреть на характеристики досок кстати со стороны скользяка наклеен qr-код на который вы нахуй наводите свой гаджет и попадаете на страничку именно этой модели и там есть описание в общем по описанию эти доски в принципе одинаковые но при этом одна из них чуть больше лучше будет всплывать в пухляте это конечно же lemurian плюс она немножко пожестче причем пожестче в каком плане очень интересно если вот взять например их помять то на 1 как сказать на ощупь они кажутся одинаковые но за счет того что хвосты и носы у них может быть чуть-чуть по-разному мнутся а вот серединка у lemurian значительно более жесткая плюс у него больший радиус большая контактная длина это значит что на lemurian вы будете гораздо лучше себя чувствовать на больших скоростях если вы катаетесь по жестким отротраченным склонам то есть такой получается карфборд и да он чуть пошире lemurian чуть пошире чем аналогичный dst соответственно на 162 lemurian можно поставить человека чуть-чуть большего веса чем на dst при этом формы я имею виду носа и хвоста похоже на обычно традиционные доски и на таких досках вы спокойно можете кататься прыгать бэк-кантри фристайл приземляться не в свою стойку что в общем-то в засилие нынешние вот таких вот направленных с валу тейлов такую доску тяжело найти то есть хорошего уровня но для катания для прыжков на естественных рельефах у dst жесткость шестерка заявленная у lemurian на восьмерка но еще раз повторюсь это относится именно к центру доски к серединке тоже хвост и хвост и нос у них одинаковые если например сравнить dst прошлого сезона с dst этого сезона то есть так как дст прошлого сезона был как сказать более топовой моделью до считалось то сейчас более топовый lemurian я не ощущаю по конструкциям тоже точно такой же как новый по жесткости тоже такой же как новый но он почему-то тяжелее видимо какие-то немножко другие материалы используются что у нас есть еще у нас есть еще новиночка это доска для женщин называется на каскейт и можно сказать что это модель dst но только для девушек она есть в ростовках 146 150 154 а предназначена для такого all-mountain фрирайда опять же на ней можно и попрыгать то есть тут тоже есть все атрибуты фрирайдной доски широкий нос чуть поуже хвост смещение закладных назад и хороший скользяк который будет скользить наверно везде в этом сезоне девочек можем порадовать таким вот красивым дизайном доски есть еще одна новая доска она относится к таким больше фристайловым моделям или универсалом all mountain называется она legend и скорее всего ее надо и скорее всего ее нужно рассматривать в сравнении с уже старой доской челум который была у нас в каталоге ранее и один который тоже в общем тоже давно выпускается но все они немножко разные для начала давайте вот так вот поговорим про эдит и челум эдит это доска для начинающих в чем это выражается она хорошо подходит начинающим у нее очень большой спектр ростовок от 140 до 164 до 164 то есть на очень разные веса она достаточно мягкая то есть так вот по жесткости наверное где-то 4 то есть это чуть чуть меньше средней жесткости отличает эту доску прогиб то есть вот если вы видите да вот я нажимаю на хвост на нос она качается в середине у нее обратный прогиб при этом под ногами 2 2 арки кембера то есть если я нажму на на закладные то есть как вы будете стоять вы увидите что здесь есть две маленькие арки кембера и чуть-чуть приподнятый нос и хвост такой доске как вот мы сейчас видим в обзорах разных обзорщиков нету вот этого напряжения как у обычного кембера и уши доски не будут врезаться в снег при неправильном управлении иными словами можно сказать что при катании будет более плавный вход и выход из поворота потому что нету вот этого напряжения дуги как вот у коромысла когда вот у вас прям контакт крайние контактные точки они вырезаются снег на такой доске будет проще учиться поэтому если вы хотите начинать свой путь с ноуборде то вот одет это как раз то что нужно а челум это была такая фристальная доска для профессионалов так скажем она достаточно жесткая то есть у нее по жесткости ну наверное пятерочка по прогибу тут уже кэмбер тоже самое кэмбер такой трапециевидный то есть если вот на серединку нажать то две арки будут под ногами отличие от челума здесь уже более ясно и здесь скользяк как раз вот тот самый четырехтысячный спеченый с графитом у эдита обычный скользяк он подешевле зато больше пригоден для ремонта боковая стенка тут уже полиуретановая воде то обычный пластик то есть доска более заряжена и она жесткая поэтому подойдет для тех кто уже умеет кататься и так ну прилично умеет кататься такая жесткая доска нужна для того чтобы быстро передавать так скажем движение до при там заезде съезде со стенок там пайпа к примеру это быстро нужно перед трамплинами где-то повернуть и выехать от от приземления до следующего трамплина вот эта доска как раз для этого в основном это фристайл или катание по трассам в горах а вот новая доска legend она немножко другая она наверное такая же мягкая как эдит то есть наверное где-то четверочка да для таких людей которые уже у меня и у нее прогиб тоже такой вот кэмбер получается что эдит будет больше прощать ошибок чем эта доска несмотря на то что по мягкости они примерно на ощупь одинаковые но это тоже такой all-монтайн фристайл то есть если вы допустим уже катались на прокатных досок и уже примерно знаете как поворачивать уже почувствовали вот этот вход выход из поворотов перекантовка то вы можете купить себе вот такую доску она тоже есть достаточно широком диапазоне но чуть меньше чем эдит потому что последний ростовку не сто пятьдесят восьмая такой в пол-монтайн фристайл катание в парке джиббинг который будет комфортным тоже доска достаточно мягкая и походу это все из того из новинок да то есть на самом деле поменялись дизайн и вот ранкет новый ранкет если вы помните это интересная доска вы ее истории может тоже посмотреть у нас на канале отдельном видео специальная доска так скажем посмотрите обязательно ее обзор дизайн поменялся у нее бэкслэш 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 тоже один из так скажем самых продаваемых одна из самых продаваемых моделей у телоса тоже такой дизайн у нее теперь стал более интересный не просто черный или с какими-то там коричневыми полосочками для для такого прям фрирайда фрирайда вот есть доска кальдера она точно такая же как была в том году обзор вы тоже видели все эти доски все эти доски поедут с нами наш сквот тест в шерегеш который состоится точнее начнется 7 декабря закончится 11 декабря поэтому прошу всех кто хочет покататься на наших досках в том числе на телосе и в том числе на тех которые были в прошлом году если кто-то был у нас помнит что мы привозили приезжайте к нам шерегеш к нам или к ним мы тоже к ним приедем со своими досками потестить в том числе все вот эти новинки у телоса много сплитов то есть женская модель cascade имеет сплит-версию бэкслэш имеет сплит-версию лемуриен имеет сплит-версию dst имеет сплит-версию не буду вам их показывать кстати в прошлом году у нас появилась новинка которую мы не показывали по какому-то случаю это сноуборд плюм выпускаемый одноименным креплением которые тоже у нас приехали поэтому если вы фанат супер технологичных креплений для сплит-борда то пожалуйста у нас есть теперь и крепление и доски чуть не забыл один момент это крепление телос очень ждал я появления этого крепления то есть на картинке они выглядели прекрасно да собственно исполнены они неплохо я бы сказал что придраться тут особо не к чему кроме наверное мягкости хайбека но мягкость хайбека это не всегда плохо это может быть даже и хорошо опять же для начинающих то есть такое крепление однозначно можно порекомендовать для доски эдит которые затонируются как доска для начинающих что здесь в креплениях есть ну как я уже говорил мягкий хайбек есть регулировка разворота хайбека что не у всех есть креплений недорогих кстати а это крепление стоит 18 500 недорогое крепление но при этом достаточно качественное здесь весьма простые насосики стоят но вполне рабочие материал основной это не пластика нейлон также нейлоновые стрепы которые не сломаются на морозе они не ломаются только гнутся как алюминий ну в общем достаточно простое но при этом надежное крепление есть регулировка газ педали есть два размера до сорок второго и сорок третьего и дальше так что кстати они тоже будут у нас в тестах в тестах мы немного берем крепление потому что если вы помните с прошлого года мы просили всех со своими досками приходить мы просто перекручивать будем крепление у нас будет несколько тестовых вариантов просто чтобы вы попробовали да и мы попробуем сами потому что интересно как это все будет выглядеть а вот собственно и все про не все телос еще нам выпустил такую вещь как чехол для бананов черный такой хороший крепкий чтобы бананы у вас в сумке не мялись я конечно шучу это маска маска телос что про нее можно сказать кроме хорошей комплектации с чехлом желтым фильтром противотуманным с такой с мешочком для переноски хранения им же протирать можно фильтр резинка такая хорошая с силиконом тройной трехслойный трехслойная пена здесь с таким мягким очень флисом который к лицу прилегает и между прочим поларизованный фильтр но мы тоже еще и не пробовали поэтому мы возьмем с собой такую масочку попробуем и возможно придумаем какой-нибудь конкурс на в шерегеше не на шерегеше а в шерегеше конкретно вот в эту неделю наших тестов у нас там такая масочка будет давайте так сделаем вы предложите какие-нибудь условия конкурса вот внизу в описаниях под видео какое бы придумайте нам условия конкурса как можно разыграть маску в шерегеше то есть что для этого вам нужно сделать чтобы получить эту маску ну кроме того чтобы быть подписанными на сквот и интересоваться сноубордингом ну или горными лыжами ладно в общем маску мы берем с собой на тесты и кто-то получит халяву ну теперь точно все про телос но не все про новинки сейчас я вам покажу одну новиночку от нашего друга Сереги он же теобалда это лыжи под крадули это лыжи под крадули которая была в прошлом году в этом году она точно такая же и с такими как это сказать пластиковыми не пластиковыми резиновыми креплениями но у Сереги есть новая модель новая модель с креплениями уже не пластиковыми в чем был минус вот на этой модели когда вы пристегиваете сюда ваш обычный ботинок поднимаете подпятник чтобы увеличить угол этот подпятник железный он чувствуется когда вы наступаете пяткой ботинка на него не всем наверное это удобно не всем это нравится поэтому Серега сделал платформу которая качается на оси то есть здесь уже ботинок у вас стоит на жесткой платформе и гораздо удобнее будет себя чувствовать при подъеме в горку такая вот новиночка но новый понятно стоит чуть дороже чем старый вариант но при этом я вам хочу сказать что у нас есть также и подкрадули юнион которые стоят еще дороже и на них нет креплений в комплекте нет креплений и опять же зачем нужны подкрадули подкрадули нужны чтобы отказаться от дорогущего сплита и от покупки дорогущих сплитборд креплений но на лыжицы юнион ставятся сплитовые крепления ну или хотя бы какой-то нужен переходник интерфейс на обычные крепления что в общем-то удорожает еще ваш этот комплект который собственно предназначен чтобы удешевить ваши сплитовые развлечения все это все что у нас есть на данный момент еще раз призываю вас приглашаю вас приехать к нам на тесты в Шерегеш состоятся они с 10 по 11 декабря прогноз обещает быть хорошим не так будет холодно как сейчас и нападает опять много-много снега и мы все покатаемся на фрирайдных досках из магазина VR Freeride VR Freeride VR Freeride в общем все мы любители фрирайда всем пока спасибо за просмотр увидимся на горе в общем это и это не все в общем это и это очень не